На выезде из Хабаровска полицейские задержали 36-летнего горожанина, подозреваемого в серии мошенничеств. Схема, по которой работал мужчина, оперативникам уже известна. Хабаровчанин давал объявление в газету об установке пластиковых окон. Своим потенциальным клиентам обещал скидку 30%, если они внесут предоплату. С заказчиков мужчина брал от 30 до 100 тысяч рублей. Данный гражданин представлялся директором фирмы, которая не существует. Брал предоплату, после чего обещанные работы не выполнял. На связь с заказчиками он не выходил. При составлении данных договоров гражданин использовал бланки несуществующей фирмы, которые скреплял печатями. Документы и печати мужчина использовал поддельные. После последней сделки подозреваемый попытался уехать из Хабаровска в Николаевск на Амуре. Следователям горожанин представил историю совершенно в другом свете. Он якобы был директором строительной фирмы. Когда прибыль пошла на спад, от арендованного офиса пришлось отказаться. Но заказы продолжали поступать. В конце 2013 года мужчина узнал, что его компания уже полгода закрыта налоговыми органами. Фирма прогорела, три договора не смогла выполнить. Сейчас зарабатывают деньги, фирмы нету. Зарабатывают деньги, чтобы рассчитаться с людьми. Все, больше ничего. А фирма-то, она вообще существовала? Она существовала, да, но ее закрыли. Пока у полицейских есть данные только о трех потерпевших. Но следователи предполагают, что жертв может быть гораздо больше. Тех, кто пострадал от действий этого мужчины, оперативники просят обратиться по указанным на экране телефоном. С места происшествия Виталина Кондрахина, Александр Ефанов и Степан Симонов.